Итак, соответственно, у нас сегодня последняя лекция по курсу «Эстетика», которую я обозначил «Сложности и противоречия эстетики Роберта Вентури». Как вы уже могли догадаться из прошлой лекции, в названии этой темы обыгрывается ключевая работа Роберта Вентури, которая называется «Сложности и противоречия в архитектуре», которая и послужила основанием для возникновения такого направления в архитектуре, как постмодернизм. Впрочем, речь пойдет не столько об этой книге, сколько о эстетических взглядах Роберта Вентури в принципе. Ну, немножко о том, кто это. Ну, во-первых, это живой классик, ему через месяц будет 93 года, то есть это один из таких метров архитектуры Соединенных Штатов. Его книга «Уроки Лас-Вегаса», вторая его эстетическая книга, и так давно была переведена на русский язык, ее еще можно купить в свободной продаже. И, в общем-то, эта книга, вышедшая в Штат в 72-м году, оказала совершенно колоссальное влияние на архитектуру, как на высокую, так и на архитектуру коммерческую. И, в общем-то, несмотря на такой абсолютный статус одной из ключевых работ по эстетике архитектурной двадцатого столетия, в общем-то, эта книга на самом деле представляет из себя одно сплошное противоречие, и именно об этом я бы хотел сегодня поговорить. Впрочем, на самом деле, примерно такое же противоречие интенс и реальных результатов можно встретить и в архитектурном творчестве самого Роберта Вентури. Безусловно, эта книга полна интересных наблюдений за архитектурными тенденциями двадцатого века, но Вентури практически никогда не доводит свои яркие прозрения до уровня сформулированной неотточенной мысли. Кажется, что его стремление к эклектизму против диктатуры модернизма выражается даже в форме его вербального высказывания. То есть, за исключением категорического неприятия модернизма во всех его проявлениях, а в остальном Вентури занимает неопределенную или постоянно модулирующую точку зрения, и таким образом его взгляд нельзя назвать строгим, очерченным или неизменным. Даже его базовые термины, которыми пользуются уже не одно поколение, как критики, журналисты, архитекторы, так и искусствоведы и философы, то есть здания типа утка и здания типа декорированный сарай, на самом деле в текстах самого Вентури все время получают различную интерпретацию и применяются зачастую к порядку противоположным объектам, которым, казалось бы, они совершенно не подходят. Вот так определяет это Вентури. Я сделал все-таки выжимку, ибо, повторюсь, у него через несколько страниц можно найти всегда новое определение, которое является эквально взаимоисключающим по отношению к предшествующему. И тем не менее, утка – это здание, являющееся символом. То есть здесь все работает на символ, а не на функциональную эффективность. Само слово, как вы понимаете, избирает, исходя из вот этой дивной постройки, там можно приобрести жареную утку или курицу. И, в общем-то, он также приводит в своей книге пример гамбургерной выполненной формы гамбургера. Но это совсем такие критические примеры. Ну, я вам показывал там вокзал в форме паровоза и так далее. То есть здесь, видите, уже идет не о том, что вот эта форма наиболее пригодна для закусочек. Да, здесь все работает на символ, вне зависимости от этого удобно, это реально этим зданием пользоваться или неудобно. Декорированный сарай – это здание, в котором конструктивная система выполняет сугубо свою определенную функцию, не связанную с внешним оформлением, которая добавляется независимо от внутренних систем здания. Иногда это декорирование может даже отделяться от внешних стен здания и становиться как бы дополнительным элементом. Вот приведу пример из творческого самого Роберта. Вот, видите, пример декорированного сарая. Помимо вот такого отделения внешнего элемента, это отделение может даже отстоять от здания на определенном расстоянии. Ну, например, так происходит на автозаправках. Здесь вы видите выдающуюся картину. Это Рушей, одного из лидеров Попарта, с изображением автозаправки. Но на самом деле, если вы взглянете на саму фотографию этой автозаправки известной, то, в общем-то, вы увидите, что Рушей схватил самую суть. Абсолютно обезличенное здание, абсолютно никому не интересное. Сарай в данном случае даже не декорированный. И вот его фасад. Огромный плакат рекламный, который зачастую может стоить дороже, чем сама построена. Именно таким образом функционирует архитектура Лас-Вегаса, к анализу которой и обращается Роберт Вентори. Здесь мы видим уже не господство пространства. То есть архитектор с чем работает? С динамикой пространства. Здесь господствует знак. Мы не видим, какие за этими сверкающими рекламными плакатами скрываются здания. Здания эти, скорее всего, абсолютно заурядные. Они не интересны. Но для каждого из них избирается огромный, яркий, сияющий плакат, который Вентори и интерпретируют как отделённый от здания фасад. Это, соответственно, всё декорирование сарая. И проблемы, так скажем, эстетического характера начинаются уже с того, что иногда Вентори пишет, что здание одновременно является и декорированным сараем, и уткой. Что уже ставит под сомнение саму концепцию разделения всех архитектурных строений на две вот этих категории. В частности, он так пишет о некоторых храмах. Они, с его точки зрения, являются одновременно и уткой, но уткой они по преимуществу являются. И, с моей точки зрения, именно ей являются. Потому что в основе христианских храмов, внутри них, лежит структура креста. Значит, они являются макросимволами вот этого базового знака для христианской культуры. Но одновременно с этим он пишет, что многие христианские храмы являются также декорированными сараями. Более того, в конечном счёте Вентори полностью запутывает ситуацию, так как начинает называть зданиями типа утка, здания, которые по всем параметрам относятся к декорированному сараю и наоборот. Это уже такой запутавшийся клубок, а размотать, думаю, не под силу будет никому. Я использую Венториевскую терминологию исключительно в своём понимании, приведя её к непротиворечивой модели. То есть для меня утка – это здание, являющееся знаком или символом своего предназначения. Ну, к примеру, я вам показывал аэропорт «Хомни птицы», там крест, как конструктивный символ христианской базилики и так далее. Это всё утки. Сарай же, с моей точки зрения, это такое здание, которое не символизирует своё предназначение. Ну, вот, к примеру, то здание, в котором мы сейчас находимся, оно никаким образом нельзя ни по его внешнему виду, ни по его структуре предположить, что здесь будет происходить. На самом деле, здесь может зайти всё, что угодно. Оно абсолютно нейтрально, и таким образом оно является сараем, но уж коль скоро у него есть фасад, более того, он весьма эстетичен. То есть, в соответствии, он декорированный сарай. Я в данном случае, на самом деле, достаточно далеко обхожу от интерпретации Вентури. Я предполагаю, что имел в виду Вентури, когда он формулировал свой сарай и утку, хотя он так до конца это и не оформил, это нигде в том виде, который я сейчас озвучу, не выражено. Я так предполагаю, что он считал, что здание утка, это где идея ставится выше, чем функциональность, и функциональность страдает от того, что прежде всего в здании важным оказывается его символическая составляющая. Сарай же, соответственно, наоборот, где во главу угла ставится удобство, функциональность, а эстетическая красота, его возможно даже меняющийся символический ряд, это лишь то, что крепится, то, что является, по сути, дополнительным элементом, который даже можно менять. Так как он говорит о том, что они даже отрываются могут, и, в принципе, вот эти рекламные щиты он интерпретирует как внешний, то есть лицевой фасад этих самых зданий. Однако, повторюсь, в такой форме он это нигде не пишет, ни в первой, ни во второй своей работе. Пойдем дальше. И начнем мы анализ вентуриевской позиции не с противоречия его влиятельных работ, а с основной его диспозиции. В философских взглядах вентури самым ключевым противопоставлением является эстетика модернизма, которую он терпеть не может, и зарождающаяся эстетика постмодернизма, на которой, в общем-то, держится все его творчество. И вторую, то есть эстетику постмодернизмскую, вентури пытается увязать с теми эстетическими концептами, хотя, скорее, реализация еще неосмысленных неких феноменов, которые сложились в Лас-Вегасе, которые он впервые пытается теоретизировать и на основании их сделать новую эстетическую модель, в которой можно будет уже работать различным архитектором. В этом русле он будет понятие расползающийся город, которое он противопоставляет мега-структурам модернистов. Но напомню, что для модернизма было типичным планирование целых районов или городов, когда относительно большое пространство заранее полностью заполнялось и проверялось эстетически, продумывалось во всех мелочах. Он считает, что это недемократично, он считает, что это отсылает к определенному тоталитарному диктату, что здесь архитектор давлеет над естественностью разворачивающегося города, ну вот по типу Лас-Вегас. Лас-Вегас, собственно, он приводит в качестве примера расползающегося города. Ну, это не совсем так, что Лас-Вегас прямо уж совсем стихийно строился, но тем не менее, да, действительно там колоссальное совершенно разнообразие, и более того, когда он создавался, естественно, никто и представить себе не мог, потому что спустя 20-30 лет это будет настолько крупный центр Соединенных Штатов. И в этом смысле это действительно город, который возник скорее стихийно, случайно, чем, допустим, идеи неких построенных с нуля городов, которыми вредили модернисты. Ну, в частности, Ле-Горк-Мюзьевцеву идею не прокручезавленного города, он его и в Москве предлагал тут все изнести и построить заново. Ну, вот, как бы идеальный город такой, в итоге построил он его в Венеции, полностью справлять, да, спланированный город. Впрочем, это вентуристская позиция, которая, на самом деле, достаточно типична для середины 20-го века. Одновременно с ней вентурист высказывает идеи, едва ли прям противоположенные. Столько, что он говорил о том, что не нужно ничего планировать, нужно, чтобы было разнообразие, чтобы каждому стилю уделялось свое внимание, что каждый стиль интересен, и чем будет всего больше, тем лучше. Однако, как только дело доходит до стиля под названием модернизм, трудно быть играничен. Вот его не должно быть, в коем случае. И, на самом деле, здесь имеет место не столько эстетическая позиция вентури, именно поэтому она и столь шаркая, сколько его биографическая. Дело в том, что на тот момент, в 60-е и 70-е годы, в Соединенных Штатах все ключевые позиции занимали архитекторы-мудроисты. Архитекторы, относящиеся к так называемому интернациональному стилю. Ну, в частности, мы с вами смотрели такого автора, как Филипп Джонсон с его стеклянным бомбом. Ну и вот, этот самый Филипп Джонсон крайне нелестно высказывался о постройках ранних Роберта Вентури, называя их ужасающими. И, естественно, Вентури, в данном случае, когда он отрицает модернизм, когда он пытается доказать, что модернизм – это очень слабое, неактуальное направление, в общем-то, он идёт скорее по пути, так скажем, творческой мести этим авторам-модернистам, сколько отстаивает реально продуманную эстетическую позицию. На самом деле, сколько бы Вентури не предпринимал попытку низвергнуть эстетику модернизма теоретически, у него никогда это не получалось. Вскрывая противоречия в модернизме, Вентури перечеркивал все свои эти достижения сразу же, как только пытался сформулировать свою позицию. Почему? Потому что в ней опять вылезали те же самые противоречия, которые он только что осуждал и отрицал в эстетике интернационального стиля. Ну, к примеру, он обвиняет модернизм в том, что они хотят извинить мир вместо того, чтобы его улучшать. В то время как сам предпринимает именно такую попытку радикального изменения мира, направленную против модернизма, попытается его выкорчевать. И надо сказать, что попытка этой не удалась. Вентури действительно изменил мир, мировую архитектуру, а хорошо это или плохо для самой архитектуры, это уже другой вопрос. Самая яркая мысль, которую педалирует Вентури, хотя на самом деле эта мысль высказывалась и для него, это то, что архитектура, начиная с древнейших времен и до середины 20 века, была рассчитана на осмотр пешим шагом. То есть она изобиловала мелкими деталями или не слишком заметными конструктивными элементами, которые, как сказал бы Питер Айзерман, нуждаются в пристальном чтении. И это чтение, в кавычках, возможно только при внимательном изучении представленного перед нами объекта. Чтобы узнать здание, нужно его рассмотреть, нужно по нему пройтись, нужно его исследовать, изучить. Данному типу отношения к архитектуре Вентури противопоставляет Лас-Регас-Стрип. Это такая улица, которая рассчитана на движение автомобильное, а это значит, что мелкие детали не просто не важны, а даже лишены уже какого-то нибого смысла. Нужны только большие, кричащие знаки, за которыми может скрываться какая-то абсолютно зауятная постройка. Вот вы видите как раз стрим Лас-Регасский. Знаки, рекламные щиты, они зачастую намного крупнее самих построек, которые одноэтажные, тесняться где-то на обочине. И естественно, когда человек проезжает на автомобиле, он саму эту постройку рассмотреть принесет. Но выставленный на обочине огромный плакат привлекает к ней внимание. Именно он выполняет функцию, которую раньше выполнял фасад здания. В попытке теоретизировать подобный подход Вентури ссылается на живопись художников поп-арта, и в частности этим занимался такой художник, как Алан Дахкангелло. Вот вы видите, одно из его известных живописных работ. Только любопытно то, что Вентури, ссылаясь на поп-артистов, на художников поп-арта, не понимает то, что в данном случае перед ним не восхваление знака, а как раз его критика. Что мы видим на этой картине? Мы как будто бы находимся в салоне автомобиля, и весь мир исчезает, мы видим только знаки. Мы видим двойную и сплошную, мы видим ограничения дороги, и мы видим вот там знак с правой стороны на обочине. Все остальное, холмы, деревья, небо уже не имеет никакого значения. Что мы видим помимо этого? Мы видим зеркало заднего вида, в котором опять же видим знаки и шоссе. Больше ничего мы не видим. А это значит, что для того, чтобы увидеть вовремя знак и на него среагировать, мы должны как бы внимательно его ждать. Мы должны как бы с предвосхищением мыслить. И смотреть, естественно, назад, что там происходит. Это своего рода игра символическая, которая показывает, что когда знак стал тотальным, исчезает настоящее. Мы видим будущее и прошлое, а настоящее в этом полностью растворяется. Любопытно, что этого не заметил в Энтуре. Энтуре как раз приводит художников поп-арта как пример отличный, подтверждающий его точку зрения на знак. Для него знак – это как раз нечто современное, нечто такое яркое, интересное, с чем можно и должно работать. Как раз архитектуру модернистов он отвергает за то, что они не пользовались активно знаковыми системами. Любопытно, но несмотря на то, что в Энтуре делает ставку на автомобиль, его собственные постройки нуждаются в длительном и детальном осмотре, без которого зачастую понять идею автора просто невозможно. Более того, даже если встать на позицию Лас-Вегаса, на самом деле она не сильно отличается от той, что была и в древнем мире. О чем, кстати, пишет и сам Энтуре, словно забывая все вышеизложенное. То есть вот эти яркие знаки, которые мы встречаем на Лас-Вегас-стрим, на самом деле наследники триумфальных арок Древнего Рима. И движемся мы пешим шагом, или мы движемся на автомобиле, и то и другое на самом деле не столь уж различна. И оно предполагает то, что сама по себе архитектура статична, что мы ее просто осматриваем. Осматриваем на разных скоростях, рассматриваем в разном темпе. В одном случае, может быть, очень важны какие-то мелкие детали, здесь мелкие детали абсолютно уже не важны. Но подход, по сути, один и тот же архитектура. Статичный объект, мы тогда не знаем. И эта точка зрения, она, я считаю, абсолютно уже устарела, и если вы вспомните, как к подобной проблеме подходил Рем Колхас, то сможете понять, насколько ушел вперед относительно Роберта Вентури. Вспомните Роттердам Колхаса, кстати, тоже рассчитанный на осмотр именно с автомобиля. Поэтому мы можем двигаться на достаточно большой скорости. Только здесь само здание не просто является знаком или символом. Здание дано в динамике. Каждый новый наш, наша позиция, каждое наше выдвижение вперед на автомобиле будет менять как бы само здание. Само здание создаст ощущение того, что перед нами громадная, трансформирующаяся глыба. Постройка перестает быть статичной. Она становится динамичной и таким образом не просто привлекает наше внимание, но способна даже менять окружающий контекст, в котором она находится. Поэтому Колхас действительно привносит архитектуру в нечто совершенно новое, в то время как Вентури при всех своих внешних инновациях, в общем-то, стоит на позиции старой доброй статики. Так как Вентури делает ставку на первый осмотр на скорости автомобиля, то он приходит к идее, что здание должно быть эффектным и максимально простым одновременно. То есть задний фасад, боковые фасады, они, в общем-то, не имеют принципиального значения, так как при движении на большой скорости они, в общем, никаким образом не видны. Имеет значение, прежде всего, лицевой фасад, на который нужно делать ставку. Более того, сам лицевой фасад, как я уже показывал, может отделяться от здания и быть выброшенным на автостраду, дабы привлекать потенциальных покупателей к тому заурядному зданию, которое отстоит от фасада на определенном расстоянии и с дороги вовсе не видно. Огромные рекламные щиты или даже целые композиции на стрипе Вентури трактуют как отдельно стоящие фасады зданий, которые сами по себе здания эти спрятались вдалеке. Само здание может выйти в значительно меньшую сумму денег, чем огромная реклама этого здания, которое и призвано выполнять коммерческую функцию приманки для потенциальной клиентуры. Необходимость противопоставлять себя конкурентам заставляет идти дизайнеров на всевозможные ухищрения и выдумывать все новые и новые, разнообразные и отличающиеся друг от друга средства привлечения внимания. Таким образом возникает хаотичное изобилие, колоссальное разнообразие, где каждый соседствующий хозяин нанимает дизайнеров не для того, чтобы они помогали им вписаться в окружающий контекст, а как раз для того, чтобы максимально ему быть противопоставленным и максимально привлекать внимание потенциальных покупателей. В своей работе «Уроки Лос-Легоса» Вентури обращается к исследованиям, посвященным различным культурным традициям, и показывает, что не существует внеисторической универсальной системы знаков. Что он подтверждает тем фактом, что в Китае в одно время именно красный свет на светофорах являлся цветом движения, а зеленый, наоборот, цветом остановки. Не знаю, насколько это соответствует действительности, скорее всего, не соответствует, но такой аргумент Вентури приводит, а это значит, что вне зависимости от того, было ли так в Китае на самом деле, этот аргумент уже является историческим фактом, так как книга разошлась огромными тиражами и повлияла на мировую архитектуру. И на самом деле влияет по себе. Чистота экспрессии знаков в модернистской архитектуре не спровергается изобилием знаков, приставленных к зданию. Если в случае с модернистской архитектурой знаком была сама постройка, то в случае с архитектурой постмодернизма в Вентуриевском изводе знак приставляется к обычному заурядному зданию, тем самым снижаются расходы на проектирование, на постройку, повышается, как считал Вентури, функциональность таких зданий, так как они строятся по отработанной технологии. А также эти здания своими лицевыми фасадами радуют глаз, так как они отсылают к знакомым архитектурным моделям старой традиции. То есть являются узнаваемыми. Например, вы видите Эйфелеву башню и так далее, что тут нельзя увидеть в Малосверисе, Гизовскую пирамиду и так далее. И с этого момента, в общем-то, противоречия в эстетике Вентури начинают, как говорится, уже едва линия в геометрической прогрессии. Ну, первое. С одной стороны, он не верит в то, что чистые формы, которые использовали архитекторы и модернисты, являются архетипическими. Он утверждает, что все формы обладают значением только в культурном контексте. С другой же стороны, он считает, что постмодернизм должен стоять на позиции обращения к архитектурным формам различных эпох, которые он позиционирует именно как архетипические. В качестве, как ему кажется, удачного примера из своего творчества, он приводит окна Гилдхаус в Хилодельфе. В данном случае, это не просто окна для того, чтобы пропускать свет. Это окна, которые являются одновременно знаком того, что они окна. Как бы это ни прозвучало, парадоксально. В качестве модели он берет типичное для американской архитектуры 20-х годов окно, к которому на тот момент пожилое население штатов уже привыкло. Но, чтобы никто не сказал, что это просто окно 20-х годов, так же оно не будет символом окна 20-х годов. Он его сильно увеличивает в размерах. Получается, с одной стороны, большое окно выполняет функцию пропускать свет в помещение, с другой стороны, оно же символизирует совсем другое окно, окно начала 20-х годов, делая его узнаваемым. Вот, в общем-то, в чем суть постмодернистской эстетики. Объект одновременно является и функциональным, и знаком чего-то другого. Но крайне маловероятно, на мой личный взгляд, что вот этот объект является более читаемым знаком, чем, допустим, экспрессия построек архитекторов-мутернистов. Вот мы с вами смотрели стеклянный дом Филиппа Джонсона. Понимаете? Не нужно особенно что-то понимать в архитектуре. Если вы видите стеклянный дом Филиппа Джонсона, то вы понимаете, что здание как бы само говорит об идее открытости. Все его стены выполнены из стекла, и это, в общем-то, абсолютно очевидно и понятно каждому. Вот там, мне кажется, знак был действительно говорящий. А, такие окна, ну по крайней мере и сейчас, как мне кажется, будут прочитаны просто как окна. И то, что они отсылают к окнам двадцатых голов американской архитектуры, в общем-то, появил очень мало кто. И тем более, повторюсь, для того, чтобы в этом разобраться, уж абсолютно точно уверен. Перед этой постройкой, по крайней мере, нужно постоять, а не промчаться на автомобиле, как предлагал дуэр Роберт Рандер. Также он приводит весьма любопытное сравнение здания Краффорд Мэнор в Ньюхэйвен и своего, собственно, этого самого Дилдхаус в Филадельфии. Это у нас модернистская постройка, это постмодернизм. Он обвиняет данное строение в том, что оно является нечестным. Потому что, на самом деле, это обычная жилая единица, ничего из себя примечательного не представляющая. Однако, она выглядит очень героически, она пытается быть эффектной, современной и так далее. В то время, как здание, построенное в Энтуре, является не просто обычным домом, но и выглядит, как обычный дом. И самое забавное, вот здесь, оцените иронию непонимания самим Энтуре, того, что он делает. Энтуре считает декорированным сараем, как раз, свой потолок. В то время, как это здание он считает зданием уткой. При том, что он только что сказал о радикальном разрыве между фасадом этого здания и тем, ради чего оно предназначено. На самом деле, это обычная жилая единица. Она действительно пытается казаться современной, эффектно, яркой. Здесь какие-то находки. В данном же случае, никаких противоречий между фасадом и внутренностью нет. И тем не менее, это он называет декорированным сараем, а это уткой. Каким образом? Непонятно. Для меня абсолютно очевидно, что вот это является декорированным сараем. Тем более, что, собственно, фасады этого здания не являются несущей неконструкцией. Они могли быть любыми. А вот это как раз утка в честном виде, потому что, более того, здесь еще и знак есть. Мы прочитываем полностью, что это такое. А по этим самым несчастным окнам, которым он так гордится, то, что здание выполнено в 60-е годы и идет явно отсылка к 20-м годам, мы, в общем-то, можем догадаться, что это здание предназначено для проживания престарелых. В общем-то, чем он будет являться, по сути, на самом деле. Если все заявляет о предназначении здания, то, в общем-то, это скорее утка, чем сарай. Пойдем дальше. Вертуре обвиняет модернистов в том, что они отказались от символизма, что они убрали декорированные фасады. Опять-таки, отдам все назад. А вот этот декорированный фасад ему тоже не нравится, хотя это модернистское построение. Однако, одновременно с этим, в общем-то, на самом деле, типичным обвинением модернизма в том, что он не очень интересен, то, что он упрощенный и так далее. Вертуре обвиняет модернистов еще в одном – в том, что их здание на самом деле не оригинальное, что они заимствуют свою эстетику у заводов и фабрик, у тыльных частей зданий 19 века, у элеваторов, вокзалов, а также заимствуют широко всякие находки у друг друга, у своих коллег-архитекторов-модернистов. В итоге мы имеем опять неназрешимое противоречие. Модернисты либо отказались от каких-либо цитат, либо нет. Как совместить то, что они, с одной стороны, отказались от любых цитат, а с другой стороны, включили в свой лексикон идиомы фабрик, заводов, элеваторов, или различные находки других архитекторов-модернистов. В общем-то, совместить эти два утверждения не представляется возможным. Они каким-то парадоксальным образом выживаются в голове только Роберта Вентури. На самом деле, Вентури смешивает то, что декларируют архитекторы-модернисты, с тем, что они делают на самом деле. Действительно, в своих манифестах архитекторы-модернисты активно утверждали освобождение от декора, от национальных каких-то элементов в оформлении зданий. Но, если мы обратимся к реальной практике, то на самом деле, конечно же, заимствования были. Более того, они осознавались, они делались не случайно. И, в общем-то, нужно было лишь провести линию демаркации между текстами, манифестами-модернистов и их реальной практикой. Он их смешивает, таким образом никогда не понятно, в общем-то, а на что идет атака в данный момент. Если на практику, то, в общем-то, она такой же, какой считал Вентулин, что должна быть современная архитектура, в общем-то, у многих архитекторов-модернистов она такой же и была. Если же он совершает атаку на манифест, то, в общем-то, тогда не нужно анализировать архитектуру, которая этим манифестам зачастую противоречит. Самое же интересное начинается тогда, когда Вентулин, противопоставляя расползающийся, саморастущий Лас-Вегас с проектированным городом, вроде концепта лучезарного города Ле-Корбезье, приходит к утверждению, что новая архитектура должна встать на позицию декорированного сарая. То есть простой композиционной структуры, основанной на функциональных задачах, и красочного лицевого фасада или фасадов, как это осуществляется в Лас-Вегасе. Таким образом, если Вентулин занимает позицию, которую он сам обозначает как декорированный сарай, то для мимонистного им модернизма ему придется отвести позицию здания утки. И вот тут-то и начинаются самые любопытные ухищрения Вентулин. Дело в том, что модернистские постройки под определение здания утка не подходят никак. И он идет на весьма любопытный обман. Вентулин говорит, что модернистские здания являются уткой в том смысле, что они символы, манифесты того направления, в котором они создаются. То есть они не просто лишены любых знаков, а они и есть знак как таковой. И вот на этом-то моменте концепция Вентулин и рушится. Дело в том, что если Вентулин признает, что отсылки к различным историческим стилям возможны, это значит, что различные исторические стили каждой конкретной эпохи были выразителями этого исторического периода. Так что при данном подходе окажется, что вообще любое здание как таковое является зданием типа утка, так как оно является манифестацией в стиле своей эпохи. Но было бы странно предположить, что какое-то здание может не являться манифестацией стиле своей эпохи. И стилизация в духе романтической нео-готики это явление сугубо романтическое. И мы сразу же поймем, что относится эта архитектура к периоду романтизма. Так же как и эклектика второй половины 20-го века, я имею в виду постмодернистская эклектика, а не эклектизм конца 19-го, хотя и он тоже. Точно дают представление о том, с каким историческим периодом мы работаем. Таким образом, если Вентули обвиняет модерниста в том, что их здания являются зданиями типа утка, именно потому что выражают идеи модернизма, но в данном случае тогда вообще не существует зданий иного типа, чем кроме их зданий типа утка. Можно было, конечно, на это возразить, что до постмодернизма каждая эпоха привносила свой стиль, а постмодернизм, не привнося своего стиля, пользуется всем предшествующим. Но таких выводов Вентули не делали. Более того, сам факт использования всех стилей прошлого, безусловно, указывает на нашу современность. Так что он также является выразителем мировоззрения наших дней, а это значит, что в узко ограниченном смысле слова здания самого Вентули также должны были бы считаться зданиями типа утка, как манифестации в данном случае постмодернизмской статики. Самое лучшее, что мог бы придумать Вентули, это как раз встать на позицию здания типа утка, так как именно считываемость идеи постройки, то есть мгновенное определение того, что перед нами, какого рода здания, каково его предназначение, вот что было главным для построек Робин Портавенту. Вот за что он боролся, прежде всего. А это, в общем-то, на самом деле, утка. Вот пример модернистской эстетики. Как вы видите, очень странно предположить, что, в общем-то, такие здания можно было бы считать зданиями типа утка по Роберту Вентули. Абсолютно функциональные постройки, то есть их наполнение, всё, что внутри происходит, оно как раз идеально функционально, в то время как здание типа утка, по его идее, должно искажать эту функциональность во имя символизма. Здесь символизма ровно ноль, да? Как говорил Ле Корбюзье, здание – это машина для жилья, оно должно быть максимально удобно, оно должно быть максимально эффективно. Поэтому каким образом Вентули умудрился отыскать в модернизме модель утки, и для меня загадка. Как раз утка является то, что он сам пытается предложить. В 1968 году, в штате Нидиана, он строит пожарную станцию. На вид, как вы видите, достаточно заурядная постройка. И почему она заурядная? Она, на самом деле, сознательно сделана таковой. Он хотел показать, что эта станция является архетипической пожарной станцией. То есть, даже при беглом осмотре, вы должны сразу понять, что перед вами пожарная станция. То есть, в данном случае, так же, как и с окнами, я вот этот парадокс вам после модернизма объяснял, эта пожарная станция является такой, не потому что пожарная станция именно только в такую форму может иметь, что это удобно, выгодно, функционально, но потому что, являясь пожарной станцией, она одновременно является символом пожарной станции как таковых. Два ряда смысла выявления. Так же, как и в случае с его цитатой окон 20-х годов. Но, вся премисть в том, что если это здание является знаком самого себя, то оно по логике Роберта Вентури должно быть отнесено к категории здания типа утка. А он утверждает, что это декорированное сажение. А как раз вот это утка. Всё. Клубок полностью замотан. Да, размотать его уже не представляется, возможно. Но самое же отрицательное в книге Роберта, и на самом деле не только в книге, вообще в его позиции, сказалось на архитектуре на самом деле очень мощно, очень сильно, и мы наблюдаем это по сей день, и сказалось это в том числе и негативно на самом Роберта Вентури. Расчищая себе путь как архитектор, то есть не испровергая эстетику модернистов, Вентури провозглашает, что постройки модернистов дороги и неудобны, что нужно строить, используя отработанные технологии, и делать ставку на внешние украшения фасада, которые будут визитной карточкой этого здания. Но вот в чём вся прелесть этой ситуации в том, что оказывается, что в такое положение, в общем-то, архитектор не нужен. Если мы пользуемся только отработанными технологиями и точно соответственно, типа пожарная станция, там такой вот магазин, жилая единица, там такая-то должна быть. Это значит, что всю эту функцию может выполнять инженер. То есть архитектору тут места нет. А для украшения этого здания опять же архитектору не нужен. Нужен дизайнер, который сможет создать навесной фасад, либо вовсе навесной, либо фасад какой-то лёгкий, как это было сделано, например, Белисово, и, соответственно, оказывается, что Вентури, освобождая город от, как ему казалось, скучной архитектуры модернистов, освободил его не от архитектуры модернистов, а от архитектуры. И в данном случае мы разгребаем это и по сей день, потому что то, что мы изучали с вами, когда проходили тему гигантизма по Рену Полхосу, все эти торговые центры, в общем-то, они идеально воплощают то, о чём писал Вентури. Это именно функциональный сарай, который имеет некий внешне декорированный навесной фасад, который можно менять по нескольку раз в год. И для того, чтобы его выполнить, в общем-то, архитектор не нужен так же, как и не нужен архитектор, чтобы построить эти уродливые гигантские сооружения. Они просто занимают ту площадь, которая укреплена вся. Что в качестве фасада для этих зданий используется? Да зачастую просто лейбл того бренда, знак того бренда, который большую часть приобрёл в этом помещении. Естественно, над этим знаком работают дизайнеры и просто крупная вывеска и выполняют функцию фасада. Всё. Предел, к которому мы пришли, и, в общем-то, родоначальником подобной архитектуры, как это, наверное, ему не печально было бы слышать, является именно Вентури. Потому что на самом деле Вентури – это сам архитектор, и такую его дом не строил никогда. Но, тем не менее, если верить Рену Колхасу и его футуристическим прогнозам, из среднесортной архитектуры, из низкосортной архитектуры, архитектуры относительно малобюджетной, подобная позиция подпатронистская не уйдёт никогда. Ибо оно очень выгодно. Просто элементарно очень выгодно. И теперь подобные сооружения изобилуют по всему земному шару, и нам вряд ли что-то придёт им на смену. Наконец, самая сложная, самая, на мой взгляд, важная позиция Вентури, самая главная его проблема – он считал, что постмодернизм – это свобода. В том, что не будет никакого господствующего стиля, в том, что автор может ссылаться на всё, что угодно, скомбинировать всё, что угодно. То есть, свобода самовыражения архитектора, равно как и свобода выбора заказчика или потенциального покупателя, бредущего по какой-то улице, где различные здания предлагают свои услуги, и сам внешний вид может одному понравиться что-то одно, другому другое и так далее. Как будто бы абсолютная свобода выбора. Но, как бы долго не ссылался Вентури на подобные же проблемы, ставящиеся художниками поп-арта, Вентури не понимает одной простой вещи. У поп-арта это была всегда критика свободы выбора, её невозможность. Я вам уже показывал Алана Дарханжела, покажу ещё раз. И он блистательно демонстрирует идею ложности свободы выбора, идея свободы. Как известно, тотальная свобода, это свобода прежде всего от свободы. Это невозможность свободы. Раньше говорили, все дороги ведут в Рим. В данном случае все дороги, какую бы вы ни выбрали, идут к чему-то предельно типизированному, к вульгарному штампу, к штампу наслаждения, причём в его самый неутончённый, неизысканный форум. В данном случае третий пути, как в сказках, направо пойдёшь, налево пойдёшь, то куда ни пойдёшь, всё равно туда то же самое место придёшь. На, ну чём делать? Это иллюзия выбора. Именно она активно обыгрывалась художниками поп-арта, крупнейший представитель поп-арта Уэйн Тиго. В этом году, как говорят старики обычно, не исключено, что ему исполнится 98 лет, но 97 он ныне живущий, абсолютный классик. Так вот, в ранний период своего творчества он активно изображал различные сладости. Это иллюзия свободы выбора. Понимаете, выбор между одинаковыми чупа-чупсами – это не выбор. Это иллюзия свободного пространства, в котором на самом деле выбор может быть только один. Купите вы или не купите. А какой вы из них купите, не имеет никакого значения. На самом деле, они все одинаковые, но кратитики только разные. И, конечно же, здесь аллюзия на лозунги, призывающие вас как бы к свободе. Не будь как все, купи Адидас, миллионы уже купили. Так говорят нам рекламные плакаты, начиная с 60-х годов. И проблема в том, что не быть как все, хотят все. И хотят одинаковым образом. Так что не быть как все, быть свободным представляется мне новым штампом. И проявление этой свободы мало чем отличается от тоталитарного диктата. Другое дело, что теперь, в отличие от тоталитарных государств, нам не предписывают, что мы обязаны делать. А создают иллюзию того, что мы делаем это по собственному желанию. И что это и есть наш собственный выбор. Как я вам показывал на лекции, где говорили мы о микрофизике власти. Вот, собственно, это она и есть. Когда функции надзирать за нами возложены на нас же самих. И, конечно, откровенно фаллический символизм рекламы, тех самых оторванных от зданий декорированных фасадов, о которых с таким восторгом пишет Роберт Вентури, это, на самом деле, не свобода выбора, а тотальное ее отсутствие. Так как за каждым этим рекламным щитом скрывается одно и то же. Обращение к инстинктивной жизни человека, которое, не будучи рационально осмысленной, неизменно сработает. И человек купит что-то у продавца, причем будет считать, что это именно его собственный выбор, что это ему захотелось купить. А не будет думать, что он как рыба, клюнувшая на приману. Крупный представитель поп-арта Мел Рамос, также ныне живущий еще художник, вскрывал как раз на протяжении всего творческого пути своего поднагодного рекламного щитов, выявляя их откровенно сексуально. Характер, на самом деле, как вы понимаете, добавляет он в них не столь уж много. Другое дело, что так увидеть рекламные плакаты нужно для этого обладать определенным творческим даром. Он объединяет типичные для пин-апа изображения с стандартными знаками известных брендов, в том числе Coca-Cola. Там, как вы видите, свечи. Политический символизм здесь очевиден уже в творчестве Рамоса. Понятно, что речь идет о критике. Он показывает тот крючок, который, на самом деле, не видел за блесной. Вот то, что оказалось в Энтури выразителем идей свободы и разнообразия. Одно и то же. Скрытое давление на сексуальную сферу человека, на его ливида и на его желания. И, на самом деле, это работает и по сей день. И, в общем-то, именно с вот этим иллюзорным разнообразием, но с одним и тем же по существу, чаще всего и ассоциируется у большинства идеи постмодернизма. Но, как я вам пытался показать и на прошлой лекции, в том числе, на самом деле были образцы и более гуманистические, и более глубокие, на мой взгляд. Это и версия постмодернизма от Альда Росси, и версия от Стирлинга, и версия Деррида, философа французского, оказавшего голосальное влияние на архитектуру в том числе. То есть, на самом деле, постмодернизм – это не только эстетика Лас-Вегаса, на которую ставку делает Роберт Вентери. И, в общем-то, сейчас я бы сказал, что антитеза, противопоставление содержания и формы утки и декорированного сарая, они уже не актуальны. И там, и там мы имеем в виду статю. В то время как утка и декорированный сарай, я бы сказал, что это силы динамические, которые присутствуют в любой постройке. Вот в чём дело. Вот что путает самого Вентери, когда он пытается определить, что перед ним. А потому что и то, и другое присутствует в любом здании. Другое дело, что сейчас постройки уже не подходят как к чему-то, что нужно осматривать либо первшим шагом, либо проезжая на автомобиле, как это предлагает Вентери. Здание, как мы изучали с вами на примере эстетики Рема Колхаса, оно должно функционировать. Оно должно менять окружающий контекст. Переосмысляется статика в пользу динамики. А искусство – это то, что работает. В этом смысле, конечно, искусство Роберта Вентери является актуальным по сей день, ибо оно работает ещё как. Другое дело, что оно породило? Я вам не показывал постройки фактически самого Вентери. Они не имеют отношения к тем страшным последствиям, которым они привели в итоге. То есть торговых центров с вывеской «Макдональдзе» он не строил. Но есть вещи, которые рано или поздно проявляются в любом, по какому бы пути мы не пошли, мы можем прийти к крайностям. И сейчас, конечно, искусство должно встать на позицию поиска чего-то прямо противоположенного, чем тот, что предлагал вам американский классик. Хотя он ещё живой, конечно. Но, в общем-то, уроки Лас-Вегаса – это то, что сейчас должно быть хорошо изучено и отборожено. Потому что, в общем-то, это то, с чем мы сталкиваемся каждодневно, вокруг, и это то, от чего уже не знаешь, куда деться просто. Поэтому у нас получился достаточно органичный, замкнутый курс. Я сначала вам показал позицию, которую считаю актуальной, убедительно яркой. После этого мы посмотрели какие-то важные тенденции 20-го столетия и в конце пришли к ключевой фактически фигуре для второй половины 20-го века. Выходом из ситуации, заложенной которым, и являются эстетические идеи Рома Ботхаса, с которой мы начинали наш курс. У меня на этом всё. Если есть какие-то вопросы, то я могу постараться на них ответить. По сдаче зачёта всё понятно. Смотрите, если вы будете не по лекциям, если вы будете готовить презентацию, то до вторника нет. Потому что в пятницу я вам уже оценку поставлю, понимаете, чтобы я посмотреть успел. А в четверг я уезжаю, чтобы я в среду успел посмотреть. Презентацию во вторник. Если будете по билетам, я обработаю лекции, оставшиеся две, вот прошлую и вот эту, они в сети будут. Они есть у меня в ВКонтакте на страничке, они есть на Фейсбуке, они есть на моём официальном канале. А билеты будут просто по лекциям. Вот сколько лекций, 13 лекций, 13 билетов. Вот точно по ним просто. Окей, ладно, ребят, тогда до следующего раза.